Итоги уходящего вторника Как в страшном сне ночью в Бобруйском районе горел дом Основной причиной происходящих пожаров является неосторожность человека с огнем Беспечность или неисправная электропроводка Твой ангел не умеет летать В Беларуси участились случаи падения детей из окон Я зашла в комнату, когда ребенок уже стоял в открытом окне Какова цена мгновения? А также прямые рейсы, купальный сезон и праздничная программа Бобруйск готовится отметить 635-летие Куда сходить? Дорогами мужества и стойкости в Бобруйске прошла республиканская акция Посвящена она великой отечественной и геноциду белорусского народа Спикер Игорь Марзалюк Депутат Палаты представителей Национального собрания и признанный историк Встреча прошла в формате диалоговой площадки Участники смогли открыть для себя малоизвестные страницы той войны И обсудить актуальные вопросы по изучению истории Беларуси Плюс задать вопросы гостю Мы говорили про войну, про свободу и про человечную годность Мы говорили про то, как это отбывалось в 41-м годе Что хотели с нами заработать и что коллективная воля белорусского народа Как и наших народов СССР с нами заработать не дала махчимости Мы просто повинны ведать и свою долгую историчную традицию И один из важнейших ключевых подеек для белорусской нации Какими заявляется Великая Чинная война Республиканская акция стартовала 20 июня и завершится 3 июля День независимости Беларуси Заглянет она в 27 городов, которые награждены вымпелом За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны Тревожный звонок Ночью в Бобруйском районе произошел пожар ЧП случилось в деревне Заболоте На номер 112 очевидцы позвонили к третьим часу Хозяин в момент приезда спасателей уже находился на улице Сотрудники МЧС справились со стихией Однако огонь уничтожил крышу Повредил перекрытие и предметы домашнего интерьера Причина возгорания сейчас выясняется МЧС напоминает, что по-прежнему основной причиной происходящих пожаров Является неосторожность человека с огнем Беречь дом от пожара задача каждого гражданина Каждого хозяина своего домовладения Нужно помнить про безопасную эксплуатацию печного отопления Электропроводки Не курить дома и тем более в постели Но не забывать, конечно, про детскую безопасность Учить детей и ограждать их от детской шалости с огнем В воскресенье полшестого утра Загорело жилище Инна Новосационной По предварительной информации Горожанин разжигал печь бензином С ожогами руки и лица его госпитализировали С начала года в Бобруйске Зафиксировано уже свыше 60 ЧП 11 человек погибли Учебный год, лесной запрет и трудовой стаж В Беларуси появится мобильное приложение С помощью которого можно будет рассчитать страховой стаж Или узнать, сколько его накопилось Когда ждать новинку Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре С первого сентября у каждой школы появится Своя форма и отличительный элемент Утверждены также обновленные учебные планы С изменением количества часов для некоторых предметов Больше занятий будет по русскому, белорусскому языкам Меньше по английскому Нововведения коснутся и истории Беларуси Запреты и ограничения на посещение лесов Действуют в более чем 70 районах Беларуси Нарушителей ждет административная ответственность Если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением То в другом штрафом до 384 рублей Если железному фонду будет причинен еще и ущерб То размер штрафных санкций может вырасти до 960 рублей К концу года в стране заработает мобильное приложение Которое позволит получать сведения из фонда соцзащиты О трудовом стаже, квалификации работника А также об уплате нанимателям обязательных взносов Можно будет также рассчитать страховой стаж Или узнать, сколько его накопилось с 2003-го Белавиа возобновляет полеты в московский аэропорт Внуково Прямые рейсы будут выполняться с 15 июля трижды в неделю По средам, пятницам и воскресеньям Напомним, для российских направлений Сохранена необходимость предъявлять ПЦР-тест В Беларуси участились случаи гибели людей на воде Только за последние сутки утонули 10 человек Из них один ребенок МЧС призывает быть бдительными Основные причины трагедии – купание в состоянии алкогольного опьянения Или в запрещенных местах И оставление детей без присмотра Высокая температура, пульсирующая головная боль И учащенное дыхание За две недели в больнице с жалобами на тепловые удары Обратились свыше 40 белорусов Для детей и пожилых людей Перегрев организма может привести к непоправимым последствиям В такую жару медики настоятельно рекомендуют Не выходить из дома без особой надобности С 11 утра до 5 вечера Во время максимальной солнечной активности Следует носить свободную одежду из натуральных тканей Открытую и комфортную обувь На улице по возможности держаться в тени Периодически заходить в помещение с кондиционерами При наступлении теплового удара Появляются признаки Могут быть легкими Головокружение, тошнота, слабость Но они могут быть и тяжелыми Это покраснение лица, кожи туловища Тяжелая одышка, выраженная одышка Собой обязательно нужно брать питьевую воду Медики рекомендуют выбирать простую, так как газировка плохо справляется с утолением жажды Кроме того, в таких напитках слишком много сахара Он, как известно, сгущает кровь Жаркая погода продлится как минимум до конца недели, лишь местами прогнозируются дожди Окна детям не игрушка В Беларуси участились случаи падения малышей с высоты Только в Могилевской области их уже четыре Рассматривать москитную сетку как средство защиты не стоит Она не рассчитана на вес даже самого маленького ребенка Здесь на помощь приходят замки-блокираторы Что дороже устройство или жизнь, вопросом задавать Карина Гуревич В девятиэтажке Вероники подобед замки на окнах стояли еще при получении квартиры Семья планировала установить их с самого начала Мама признается, нет ничего хуже, чем читать заголовки о выпадающих детях Ведь в доме подрастают две малышки Уследить за шустрыми девчонками, отмечает женщина, порой тот еще квест Я считаю, что особенно где есть такие маленькие дети, которым всегда все интересно Которые очень любопытные Устанавливать нужно и важно для их безопасности Не всегда достаточно просто слов, чтобы их уберечь Падение детей с высоты в последнее время не редкость Только в Могилевской области уже четыре случая В начале марта в Быхове двухлетний малыш вывалился с пятого этажа и скончался прямо в реанимации В конце мая в столице вместе с москитной сеткой на землю рухнул двухлетний мальчик Благо, остался жив История повторилась в середине июня в Гомеле Пятилетнюю девочку, пока та спала, оставили дома Малышка упала с 15-метровой высоты Скорую вызвали прохожие, ее отвезли в больницу, где прооперировали Беда чуть не произошла и в семье Виктории Тимченко Мы жили раньше на микрорайоне Западном И я закрутилась по домашним делам, а у нас замков на окнах не стояло И просто благо в один момент я зашла в комнату, когда ребенок уже стоял в открытом окне Но приятного, скажу, очень мало Поэтому однозначно даже стоял вопрос, чтобы обязательно были замки на окнах Сейчас магазины предлагают несколько вариантов оконных блокираторов В зависимости от предпочтений покупателя В случае с тросиком к створке крепится опора, к раме – ответное основание Длина в 20 сантиметров позволяет проветривать помещение Но открыть на распашку уже не получится Средняя цена механизма – 20 рублей Замок в ручке – самый доступный и популярный вариант Установить его можно самостоятельно С помощью ключа окно блокируется и открывается Самое главное – держать их подальше от детей Обойдется такой в 15 рублей Накладной замок состоит из двух элементов Основная часть монтируется на нижнюю створку Вторая крепится к раме Взрослые без проблем откроют окно на микро и обычное проветривание Но ребенку эта задача будет не под силу Стоимость около 13 рублей Есть замок, который врезается изначально в створку при изготовлении окон Он стоит 20 рублей То есть это уже вы изначально, когда заказываете окна, должны обговорить, что вам нужен этот замок Почти половина ЧП происходит из-за порвавшейся москитной сетки Это всего лишь иллюзия защиты Чаще всего из окон выпадают дети от двух до четырех лет В 30% случаев прямо на глазах у родителей В 70% в течение первых 15 минут после того, как ребенок остался без присмотра Не всегда помогают даже блокираторы Главной причиной происшествия по-прежнему остается недосмотр взрослых Для трагедии достаточно считанных секунд Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Максим Галенка, Бобруйск, 360 635 лет спустя Бобруйск готовится отметить День города В 9 утра в Ленинском и Первомайском районах пройдут возложения к местам захоронений времен Великой Отечественной В 10.00 алые гвоздики лягут к подножию памятника танка на могиле генерала Бахарова Уже в 10.40 в еврейском дворике откроют знак «От жизни к жизни» В это же время в Обручан ждет пешеходная экскурсия маршрутами памяти от Площади Победы В Краевическом музее выставка о геноциде, а в художественной галерее тематическая экспозиция Завершится День праздничной программы в Молодежном парке, начало в 15.00 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! 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 Субтитры подогнал «Симон»